здравствуйте сегодня готовить будем мясные джерки вяленое мясо такие джерки можно приготовить у себя на кухне в сушилке готовится очень просто а вкус зависит от того какой соус вы сделаете вкус может быть острым пряным или сладковатым поэтому вначале мы приготовим маринад 100 миллилитров соевого соуса я добавляю столовую ложку соли пищевой также сюда добавляю горчицу зернистую готовую столовую ложку с горкой и сок лимона можно взять бальзамический уксус тоже почти столовую ложку и растительное масло столовую ложку все это хорошо перемешаю и оставлю чтобы растворялась соль в таком соусе можно замариновать и говядину и свинину но сегодня мы готовим куриную грудку я ее предварительно помыла очистила от пленок и подморозила так она будет хорошо нарезаться нарезаю тонкими полосочками на всю длину грудки количество маринада рассчитано именно на килограмм мясо это четыре хорошие крупные грудки нарезаю примерно по 3-4 миллиметра толщиной чем тоньше нарезка тем быстрее высохнет мясо теперь складываю в емкость кусочки и промазываю маринадом так слой за слоем секрет приготовления аппетитных снеков в том что мясные кусочки нужно избавить от влаги такой способ приготовления сохраняет все полезные свойства мяса а еще и увеличивает срок хранения вкусные джерки из курицы весят мало а калорийности в них достаточно поэтому они станут отличным перекусом их приятно жевать и смаковать подготовленное мясо оставляю на 10-12 часов я поставлю в холодильник вялить мясо я буду в электросушилке оберхов для сушки мяса рыбы ну и также фруктов конечно и овощей я использую металлические подносы у них антипригарное покрытие они хорошо отмываются достаточно и лишь их погрузить на некоторое время в воду и все отходит можно конечно использовать сетчатые вот такие прокладочки или же сушить на поддонах для приготовления пастилы но я все же выбираю для сушки мяса рыбы и фруктов именно металлические мясо промариновалось она отстояла ночь у меня в холодильнике я очищаю горчицу хотя можно и оставить так и буду раскладывать но подготовленный поднос кто любит мясо или снеки мясные малосоленые тогда можно смыть маринад буквально залить водой и сразу же откинуть на дуршлаг ну и потом раскладывать подготовленное мясо у меня получилось три поддона отправляю в дегидратор чем меньше загрузка дегидратора тем быстрее высохнет мясо маленькие кусочки я не выбрасываю также их посушу для моей кошечки мощность сушилки 800 ватт но работает она очень тихо мне остается задать параметры сушки для этого я выберу время три часа а температуру 60 градусов температуру можно устанавливать от 30 до 75 градусов есть у нее таймер который рассчитан на 24 часа моей сушилки инновационный энергосберегающий термостат этот рецепт я нашла в сборнике рецептов к этому дегидратору здесь много разных рецептов а также информация где можно узнать все тонкости сушки и хранение овощей в книге более 60 рецептов не только сушки но и приготовления всяких вкусностей пастилы йогурта печенья цукатов с помощью этой книги с легкостью можно долгое время баловать своих близких и готовить полезные сладости их хочу похвалиться вот таким подарком от оберхов в дополнение к дегидратору я получила вот такую овощерезку с набором лезвий с ее помощью можно быстро легко нарезать овощи слайсами полосками кубиками и даже рельефными кусочками насадки очень легко меняются и удобно хранятся правда насадок 6 а бокс для хранения рассчитан на 4 насадки но это ничего главное что они есть имея эту терку уже не нужно задумываться какая толщина кусочков должна быть при нарезке чтобы хорошо высохла мой дегидратор заканчивает сушку я уже вынула мясо она еще теплая даю ему немного остыть чтобы удобнее было снимать вот такие кусочки получились у меня они ломкие в тех местах где очень тонко и вот так гнуться где нарезаны были потолще кусочки блестящие ароматные приготовление я использовала один килограмм куриного филе в результате я получила почти 350 грамм готовых мясных джерак мясо для приготовления таких джерак можно использовать разное это может быть индейка говядина даже свинина готовность такого мяса проверить легко нужно согнуть кусочек пополам при готовности он должен слегка треснуть но не сломаться полностью если нарезать мясо поперек волокон то готовые джерки будут легко кусаться да и съедятся быстрее если вдоль волокон то мясо будет тянуться и дольше жеваться оба способа хороши ориентироваться лучше на свои вкусовые предпочтения если куриные джерки будут стоять на свету и ничем не накрытые то станут пригорками поэтому их нужно правильно хранить желательно стеклянной банке или пластиковом контейнере пищевом можно и хранить при комнатной температуре но если вы хотите хранить долго то лучше убрать банку в холодильник друзья если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк если понравился дегидратор тут переходите по ссылочке которую я поставлю под этим видео в описании а я желаю всем приятного аппетита всего самого доброго и прощаюсь до следующей встречи